Как сохранять и защищать историческое, духовное и культурное наследие России? Эти вопросы стали главными на заседании в Доме Рио Общественного Совета Федерального партийного проекта «Историческая память». Нам, всем участникам Общественного Совета, близки и понятны задачи сбережения и защиты исторического культурного наследия. Проект, как мы все понимаем, помогает наладить такое четкое и практическое взаимодействие между государственной, муниципальной властью и гражданским обществом. Найти и единомышленников, подтянуть, где необходимо, волонтеров. Координатор проекта Александр Хинштейн рассказал о приоритетах. Это сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 7 мая впервые в масштабах всей России, а также в Белоруссии, Сербии, Германии, Китае, Израиле, Австралии, ряде других стран пройдет диктант победы. Помимо того, что это просветительская акция, это важно еще и с точки зрения анализа ситуации, с точки зрения знания нашим обществом истории. Поэтому анкеты, они участников предусматривают, хоть анонимные, какие-то дополнительные еще сведения. Социальное происхождение, возраст, то, что даст нам потом возможность проанализировать и для себя понять, в каких сферах нужно работать наиболее активно. На диктант отводится 45 минут. За это время нужно ответить на 20 вопросов, которые были подготовлены при участии российского исторического общества. Что хотелось бы подчеркнуть, что эти вопросы, они сами по себе являются источником знаний. Это развернутые вопросы, которые сами содержат в себе информацию и создают стимула, побуждают, возбуждают интерес к тому, чтобы потом после диктанта прийти что-то еще почитать, что-то посмотреть. Еще одно направление этого проекта – краеведение. Историю своей малой родины знают сегодня еще далеко не все. По регионовидению, краеведению, чтобы это преподавание в школах было обязательным, а не как сегодня у нас в регионе. В некоторых школах факультативный порядок, причем точно так же по разным методикам. Свой вклад в сохранение исторической памяти вносят и добровольческие движения. Пример тому – волонтеры Победы. Самым важным направлением нашей работы является помощь ветеранам, которую мы оказываем не только 9 мая. По всей стране мы помогаем 19 тысячам человек. Мы приходим к ним домой, общаемся, потому что зачастую живое общение – это то, что в первую очередь необходимо ветеранам. Одной из ключевых тем обсуждения стала реставрация памятников культурного наследия. Список того, что предстоит сделать, впечатляет. Открытие дома музея Василия Ивановича Чапаева в Саратовской области. Это завершение реставрационных работ на нескольких культовых объектах. Комплекс Успенской старобрядческой церкви в Нижнем Новгороде, здание бывшей шхабаловской богодельни с домовой церквью Серафима Саровского в Самаре, церкви всех святых, ансамбль Зачатинского монастыря в Москве. Востребованы российские реставраторы и на международных проектах. За примером далеко ходить не надо – Сирия. Террористы, бандиты уничтожали памятники, древности памятники, старины, которые тоже принадлежат всему человечеству. Россия искренне оказывала и оказывает помощь сирийскому правительству, сирийскому народу. Есть ряд стран, которые ставят условия только в случае изменения политического режима может быть оказана помощь. Вот такая циничная и гадкая позиция просто недопустима. Зримый образ того, что уже сделано российскими реставраторами – храм Святой Троицы Галичского староторского монастыря. При советской власти обитель была закрыта, а храм отдан под электростанцию. После завершения всех восстановительных работ Троицкий собор станет главным храмом Галичской епархии. А всего в ближайшие два года в рамках проекта «Историческая память» запланирована реставрация 23 федеральных объектов культурно-исторического наследия, а также 40 региональных. На это выделено 820 миллионов рублей. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин